Два месяца назад на пересечении Красного пути 1-й Затонской по-новому организовали движение. На светофоре появились дополнительные секции со стрелками, а на дорогах из-за этого пробки. Кто последний? Машины, пытаясь выехать с Зеленого острова, встают в очередь. Пока на светофоре горит стрелка, повернуть на Красный путь успевают четыре водителя. Пробки, во сколько времени приходится стоять? До 20 минут бывает. Утро машины движутся со скоростью пешеходов. Водители говорят, раньше они и без стрелок поворачивали без проблем. Перекресток не самый сложный. И если не можешь его проехать, то и за рулем делать нечего. Проще было проехать. То есть он не отрегулировал нормально. Мы сообщили о недовольстве водителей в департамент транспорта. Чиновники пообещали подумать над другими вариантами. Для этого нужно провести анализ утренних и вечерних пробок. Можно посмотреть в межпиковое время, то есть когда интенсивность движения прямого направления у нас снижается, то можно будет попробовать увеличить время именно для левого поворота. То есть утром и вечером у нас все основное время отдано для движения транспорта по Красному пути в прямом направлении. То есть приоритет предоставлен для этого направления. А в межпиковое время, я думаю, можно посмотреть и внести какие-то изменения. В рейтинге нелюбимых участков дорог у Мечи также пересечения Конева и 70 лет Октября. Проблемы возникают из-за распределения движения по полосам. Сразу две ведут налево на метромост и только одна прямо. На крайней правой скапливается и общественный, и личный транспорт. К тому же эта полоса разбита. Как следствие, движение медленное, постоянные пробки. В департаменте транспорта такое разделение потоков объяснили интенсивностью. На метромост едет в два раза больше машин, поэтому у них приоритет. Других вариантов пока нет. И в отделе безопасности дорожного движения надеются на строительство дороги дублера. Она бы помогла разгрузить перекресток. В текущем году планируется строительство дороги. Улица Крупская она называется. Она будет дублером улицы 70 лет Октября. То есть после выполнения всех работ по ее строительству мы посмотрим, как разгрузился перекресток и внесем какие-то дополнительные изменения в работу светофора. Дорога появится, если найдется подрядчик. В ближайшее время мэрия объявит еще один аукцион на строительство дороги. Полгода назад торги не состоялись. Не заявился ни один участник.